Это ситуация, смерть автора. Знаете, тут интересно, смерть автора, конечно, это такая иллюзия к смерти Бога. Бог умер, но на самом деле Бог жив, в том смысле, что в культуре мы, в научной, академической парадигме, Бог умер. То есть мы, люди, придерживающиеся определенных взглядов, патриистических или агностики, они исходят в своих размышлениях, в построении своих каких-то конструкций и в посылке, что существует такой феномен, как Бог. Но при этом в нашей культуре, в нашей повседневной жизни, в реальности мы все равно вынуждены считаться как бы с наличием Бога. Потому что Бог есть как некий культурный конструкт, который продолжает существовать и продолжает оказывать влияние на нашу жизнь в разных аспектах. Например, если вы станцуете в церкви в масках, споете панк-рок, то вас посадят в тюрьму, потому что вы якобы оскорбили чувства верующих, которые верят в Бога. То есть не считаться как бы существованием этого культурного конструкта, не принимать его нельзя. Вот с автором как бы обратная ситуация. Автор умер культурно, но не умер как субъект, не умер как феномен. То есть в том смысле, что и художник, и писатель продолжают писать романы или писать произведения. Художник продолжает их создавать, также продолжает создавать композитор. Но культурно, то есть в нашем смысле культурного конструкта, мы исходим из того, что автор умер. Я бы предпозволил себе очень вульгарный пример, но очень понятный. Вот в этой комнате существует, скажем, очень много предметов мебели. Все они примерно, это все предметы мебели, у всех из них разная функция. Мы все знаем, сидим на стуле, за столом, на вот этот столик мы кладем книги и так далее. Вот представьте, что какая-то иррациональная сила, которая будет в данном случае я, в силу каких-то уже неявленных нам причин, скажет, что все эти предметы выполняют свою функцию. Вот когда вы заходите в комнату, все должны прикоснуться рукой к этому столику. Без какой-то либо рационального на то объяснения. Просто это такой ритуал. Так сложилось в нашей культуре, что заходя, мы к стулу прикасаемся, не к креслу, не к книжной полке, а именно к этому столику мы должны прикоснуться и выполнить тем самым ритуал. И выделить этот столик, причем это прикосновение к его функции не имеет никакого отношения, не выделить этот столик из числа всех остальных существующих в этой комнате предметов. Вот, собственно, это то, что происходило с автором и с читателем. То есть автор это был тот самый столик, которому нужно было обязательно прикоснуться. Потому что не прикоснувшись к этому, не случалось бы никакой культуры. Мы бы не могли опознать себя как культурные люди, скажем так. То есть мы, а потом, скажем так, я как иррациональная сила говорю, нет, больше к этому столику рукой прикасаться не нужно. Можно прикасаться к чему угодно. К столику? Можно к стулу, можно к чему угодно. К чему вы сами выберете, да? Но при этом стол остался столом, он продолжает выполнять свою функцию. Продолжаем на него класть книги или там ставить стакан с водой или еще что-то, да? В принципе, та же самая ситуация с автором, да? То есть мы исключаем некое особенное положение автора в художественном процессе. Но это не значит, что автор перестает выполнять свою функцию производителя художественных произведений. Но просто наше взаимодействие с художественным произведением больше не сводится к интерпретации этого произведения, к его восприятию, исключительно через призму авторской биографии, авторской интенции. И вот тут, мне кажется, кроется всегда очень большая загвоздка, по поводу которой я всегда беспокойся, когда мне приходится говорить о смерти автора. И очень часто это слышишь, особенно от молодых художников. Говорят, ну хорошо, если автор умер, все, мы поняли, как автор умер, и если текст предшествует автору, значит, в принципе, как бы автор не несет никакой ответственности. И когда ты задаешь вполне правоверный, мощный вопрос художнику, что означает твоя работа, да? Или в чем заключается твоя интенсивность? И, ну, я не знаю, просто так чувствую, так вижу, так из меня это изливается. Ну, зритель же сам должен интерпретировать. Не важно, что я думаю, не важно, что я предполагаю. Главное это то, что думает, и то, что почувствует, и то, о чем задумается, и то, как это интерпретирует зритель. Это, безусловно, абсолютно не то, как мне кажется, что выводится из этой концепции смерти автора. Автор – оракул, и при нем есть жрец-критик, который вот эти вот бессознательные извержения авторского гения доносит до простолюдинной массы, объясняет, расшифровывает, что же там хотел сказать автор, что же там нам явило его бессознательное или сознательное. Устраняется только эта ситуация. Но никаким образом не устраняется ответственность автора. И даже более того, ответственность автора, как политическая, так и этическая, при его смерти многократно усиливается. Ну, скажем, Барт исходил из того, что текст «Наш мир» – это постоянно воспроизводящийся, постоянно пишущийся текст. А, ну, там, художественное произведение, опять-таки, наше, это встреча, это все частные случаи этого текста, его какие-то фрагменты. Бенемин, о котором мы сегодня будем говорить, у него тоже был свой проект «Смерть автора». Но для него это было, в первую очередь, связано с развитием технологий. Причем с развитием массовой технологии, да, массового воспроизводства и массового производства образов, да, связанных, в первую очередь, с фотографией из кино. Вот так, как бы, следуя, по-моему, цитируя Луначарского, который сказал, не будем ли мы считать грамотным человека в будущем, грамотным того, не того, кто умеет читать и писать, а того, кто умеет пользоваться, пользоваться фотоаппаратом. И Бенемин, соглашаясь с этой позицией Луначарского, добавляет, но не будем ли мы считать грамотным не только того, кто владеет фотоаппаратом, будет фотографировать, но и того, кто будет снабжать свои фотографии подписями. То есть того, кто будет занимать по отношению к тому, что он делает, определенную, четкую и аптикулированную позицию. То есть смерть автора – это не смерть авторской позиции. Смерть автора – это не смерть авторской интерпретации. Это, наоборот, ее рождение. Потому что именно эта смерть автора, которая мог всегда прикрыться до этого своим талантом, индивидуальным видением, вдохновением, озарением и чем угодно, она устраняется. Его уравнивание со зрителями означает то, что он несет перед зрителем ответственность в том, чтобы объяснить, изъяснить и представить свою позицию при всем при том, что зритель, слушатель или читатель может иметь по поводу этого произведения совсем иную позицию и совсем иной взгляд. То есть это гораздо более важный и сложный этический и политический вызов, который стоит перед, скажем, художником, писателем, то есть перед автором в тот момент, когда он умер, и когда мы по нему справляем поминки. Я надеюсь, что завершил то, о чем шла речь на прошлой лекции. И еще один флешбек оттуда. И как бы продолжение этого. Мне задали такой вопрос, чем contemporary art отличается от modern art. По-русски это мы все называем современным искусством. Я помню, что буквально на пальцах пытался объяснить это. Ну, в принципе, это вполне правомочный такой вопрос на этой лекции. Действительно, может быть, это важно. Но на самом деле я решил задаться более важным вопросом. Попытаться сейчас с вами это тоже обсудить. А что же такое на самом деле современное искусство? Вот так, как мы это произносим по-русски, современное искусство. Не modern art, не contemporary art. Мы произносим это современное искусство. Причем в нашем русском языке слово современное, безусловно, связано со словом время, с нашим бытием здесь и сейчас. То есть с нашим актуальным существованием. С нашим актуальным существованием. Что такое современное искусство? И вы знаете, этот ответ, в принципе, для меня стал уже довольно очевидным давно. Но мне кажется, что в этом словосочетании современное искусство главное слово – это не искусство. Главное слово – это современное. То есть то, что имеет отношение к современности. То есть то, что имеет отношение к тому времени здесь и сейчас, в котором мы находимся. или даже можно сказать, то современное искусство – это то, что имеет дело с современностью. Вы говорили, да? То есть искусство может иметь дело с формой, с прекрасным, с идеологией, с чем-то еще. Но только то искусство, как мне кажется, которое мы можем считать современным, то, которое имеет отношение к современности, к нашему времени и к нашему бытию здесь и сейчас. Бенемин, к которому мы постепенно подходим, говорил, ну, как бы, что такое время? Да? Как нам понять, концептуализировать, что такое время? Мне кажется, что обсуждение этого вопроса именно на этой лекции, на лекции, посвященной Вальтеру Бенемину, это более чем уместно, потому что, ну, лично для меня, опять-таки, моя персональная точка зрения, что Бенемин – это один из самых тонких авторов, пытавшихся концептуализировать современность. Один из самых, я бы сказал, тончайших авторов, пытавшихся концептуализировать современность как время, как историю, как наше бытие здесь и сейчас. И вот именно Бенемин говорил о том, что время никогда не является себя каким-то иным образом, кроме как через образ. Причем образ этот понимается Бенемином широко. Это может быть вещь, это может быть какой-то феномен, это может быть произведение искусства, но именно соприкасаясь или встречаясь с этим образом, мы понимаем то или иное время, или мы понимаем историю. Здесь у него такой замечательный текст о понимании истории. Причем, ну вот, например, в этой комнате, ну и вообще в нашей жизни, огромное количество вещей, вообще огромное количество образов. Все ли эти образы могут быть восприняты нами как то, что является нам современностью? Чем большой вопрос? На самом деле, да, рассматривая время как некую хронологию, да, предполагающую линейность и некую описательность, мы, в принципе, можем сказать, что, ну вот, в 2012 году в Кыргызстане пользовались китайскими складными студиями, да, существовали проекторы фирмы Acer, компьютеры там какой-то еще фирмы LG. Сообщит ли нам эта информация, такая фактологическая, да, описательная, сообщит ли нам она что-то, что, ну вот сейчас, может быть, меня опять в метафизике, что-то специфическое об этом времени. Такое, ну то, что мы называем духом времени, да, zeitgeist. То есть что-то исключительно специфичное, особенное, только то, что могло быть порождено нашим временем, и именно то, с чем мы, встретившись, может быть, через какое-то время можем понять это время, о котором идет речь. То есть речь идет именно о таком, не знаю, метафоре, о неком нерве современности, о неком, ну да, я думаю, что zeitgeist, хорошее описание, да, о том духе времени, который обеспечивает нам не просто получение или осмысление фактов, связанных с этим временем, о нечто гораздо, гораздо более существенное. У Бенемина у самого есть такой пример, у него есть текст, который называется «Париж, город 19-го столетия», и еще работа незаконченная, которая называется «Пассажен ли?» то есть работа о «Пассаже». «Пассажи», ну, все понимают, да, это архитектурное сооружение, как галерея, да? Торговая. Да, торговая, да. Почему Париж, город 19-го столетия, и почему именно «Пассаж»? «Пассаж» и связанный с «Пассажами» такой феномен, который впервые появляется у Бадвера, и который потом развивается Бенемином фланер, да? То есть бесцельно идущий, шатающийся, блуждающим взглядом смотрищий в витрины в «Пассажах» городской житель. То есть «Пассаж» становится для Бенемина и Париж, в котором больше всего в то время, да, на излете 19-го века было построено этих «Пассажей» и больше всего было этих фланеров, становится городом городом 19-го столетия. И вот тут как бы, ну, чтобы меня не обвинили в метафизике, да, то есть Бенемина, да, он объясняет, почему именно «Пассаж». Потому что «Пассаж» как архитектурное сооружение и как феномен мог появиться только в Западной Европе 19-го века. При том уровне развития, при промышленном производстве железной... значит, производстве стали, да, то есть такого достаточного количества металла, при котором можно было построить эти конструкции, при таком уровне накопления капитала, чтобы начала развиваться торговля всякими ненужными вещами, вроде шляпок там и так далее, да, то есть при определенном уровне развития буржуазной экономики и при таком развитии производственных отношений, при котором у городского жителя появлялось бы достаточное свободное время для того, чтобы бесцельно по этим пассажам шататься. То есть только в 19-м веке и в таком городе, как Париж, да, лидирующий, одной из лидирующих столиц Западной Европы, мог появиться тот самый образ или тот самый феномен, который дает нам не описание времени, а его понимание. Понимание, конечно же, материалистическое. И возвращаясь к современному искусству. Какое же искусство современное, да? Это то искусство, которое имеет дело с такого рода современностью. Именно имеет дело. То есть, может быть, оно само производит такие образы? Может быть, оно такие образы идентифицирует? Может быть, оно эти образы и эту современность критикует? Не обязательно иметь дело с современностью, не обязательно ее апологетически воспринимать. Не обязательно с ней синтезироваться. Важно ее понимать. Ей можно себя и противопоставлять. но именно ей, да? То есть, современности как таковой. И вот здесь мне бы хотелось вернуться и поговорить немножко об искусстве Средней Азии в 90-х и 2000-х годах. В самом деле, этот вопрос меня уже беспокоит довольно давно. И вот, наверное, это первый раз, когда я по этому поводу буду публично рассказываться. Будучи частью этого процесса, уже довольно давно я задаюсь вопросом, почему в поколении, в моем поколении и в поколении младше меня нету художников или нету искусства, которое бы пленяло, завораживало и которое бы вообще каким-то образом соотносилось с тем, что мы знаем об искусстве Средней Азии в 90-х и 2000-х годах. И как бы по этому поводу можно было всегда есть какие-то размышления и где есть? Ну, есть что меня завораживает? А, что меня завораживает? А, в смысле вопрос. В смысле в Центральной Азии такого нет. В этот период где такого было, что было? Вы видите, это сегодня. повсеместно. То есть я говорю о том, что меня завораживает. Я сейчас поясню так. Мне всегда говорят в Центральной Азии нет. В смысле это касается Центральной Азии у меня вопрос. Да. Это такое повсеместное такое. А, повсеместно? Папни. Вы знаете, я думаю, что нет в Центральной Азии. А тогда что? Покажу, что есть. Тогда что завораживает? Покажу, что есть. Сейчас объясню. Меня очень часто спрашивают вы там спрашивают вы кто там? Я аккуратно. Чем вы занимаетесь современным искусством? Надо же! Мы не знали. И меня это всегда задевает. Я говорю, да, конечно, есть. Есть замечательнейшие художники, замечательные работы. Потом, когда я остаюсь наедине с собой или с коллегами по цеху, говорю, на самом деле же нет. То есть оно было. Оно было в 90-х, оно было в 2000-х. А вы обманываете людей, да? Я выражаю корпоративность и да. Это вы рассказываете вне географических границ. Но на самом деле почему я так отвечаю? Потому что в первую очередь когда заходит речь о искусстве в Центральной Азии мне приходит, конечно, ряд стандартных имен и ряд определенных работ, которые для меня лично являются очень важными, потому что этот корпус работ составляет для меня я скажу так, я бы раньше сказал, но я сейчас скажу, летопись 90-х годов. это вот если меня волнуют 90-е годы и если я к этому возвращаюсь, я возвращаюсь к этому довольно часто, то именно эти работы, работы современных художников представляют для меня архив этого времени. Представляют для меня те самые образы, которые и составляют тот самый цейк, гайст 90-х годов, который мне близок и в котором я себя узнаю. И в этих работах я наиболее часто встречаюсь с тем, что Барт называл там, скажем, пунктумом, да, и я постоянно пытаюсь для себя этот пунктум определить. Я хочу связать сейчас этот свой рассказ непосредственно со смертью автора и с этой концепцией и с темой этой лекции «С кем вы деятели культуры?» Когда я говорил о том, что текст предшествует автору, я сказал, что как-то это очень абстрактно. Это на самом деле абстрактно. Наверное, надо быть Бартом, чтобы это Хайдегеном, чтобы это сформулировать на уровне абстракции. Но, к счастью или к несчастью, жизнь являет нам такие ситуации или контексты, когда эта абстрактность обретает вполне себе осязаемые черты. И, собственно, таким моментом в истории или таким временем, когда огромное количество людей смогло ощутить, что они на самом деле являются лишь трансмиттерами определенного текста, а не его авторами, а не его даже производителями. Для меня это время 90-х годов, 90-е годы, собственно, распад Советского Союза. Сразу привожу один из своих любимейших примеров из книги Пелевина «Генерейшн Ти». Там два замечательнейших момента, которые меня возбуждают. Первый – это встреча Пелевина с желтыми, там, желтыми или рыжими, старыми, запыленными советскими туфлями в обувном магазине. Советский Союз развалился, все мечты, все желания, весь жизненный план, сложившийся в голове у главного героя романа Татарского, разрушен. И вот этот несчастный, подавленный человек идет по улице и видит эти оранжевые или желтые туфли с нелепой пряжкой. И с ним случается озарение. В этот момент он испытывает и он осознает свою советскость или постсоветскость, как он выразился, наш гештайт. То есть свою некую принадлежность к определенному на самом деле тексту. Если мы рассмотрим идентичность как текст. И осознает ее как абсолютно от него и от его выбора независимую. То есть он осознал себя постсоветским или советским субъектом, встретившись вот с этим образом, да, которым писал Бенимин, который стал для него репрезентатом того времени, которое уже утрачено. Того времени, которому он принадлежал, тому времени, в котором существовали его мечты, его планы и так далее. И полное свое безволие по отношению к этому тексту. То есть то, что человек советский или постсоветский от него самого никаким образом не зависело. просто он жил в окружении этого мира, в этом дискурсе и его являл. И вот ему нужно было оказаться в такой критической ситуации, чтобы с ним, чтобы осознать это. В 90-е годы я был довольно маленьким, но, опять-таки, довольно часто возвращаясь к этому периоду, это деструктивное и ужасное время для жизни и судеб людей, но, наверное, очень продуктивное время для теории и для искусства. Именно это время помогает нам понять, что значит текст, говорящий за нас. Потому что в тот момент этот самый текст, эта самая советская идентичность, этот самый советский гештальт, он оказался разрушен. И мы, ну, люди, такая метафора, это как пластинка, которая перестала играть и осозналась в этом, не знаю, как пластинка, носителем пустой, то есть носителем информации, информации, на которую больше не воспроизводится. И эта ситуация касалась всех. То есть люди, жившие на постсоветском пространстве, в Советском Союзе, в момент его распада, кто бы сейчас чем не стал, кто бы какую сейчас позицию не занял, и кто бы какую позицию и там социальную роль не играл в обществе, все одномоментно потеряли свою собственную эту самую советскую идентичность. Именно потому, что та материальная основа, которая эту советскую идентичность обеспечила, институты, вещи, планы, мечты, которые были у людей, которые были связаны с определенным образом жизни, с определенной логикой выстраивания этой жизни, все это оказалось разрушено. То есть все люди оказались носителями одной травмы и одного текста, текста вот этого самого постсоветского переживания, этого разрыва и необходимости выстраивать свою новую идентичность. То есть все оказались вавиленами татарскими. Вавилен татарский из Романа Перевина это тот самый репрезентант этого самого времени. То есть колоссальные изменения происходили в жизни всех людей. В моей семье, для моих родителей, допустим, для моей мамы, для моего деда распад Советского Союза стал тем временем, когда они полностью, практически с нуля вынуждены были начинать свою жизнь, писать новый текст своей жизни. И в этой же ситуации оказались художники, художники, о которых приходят нам наумы, о которых мы говорим, когда мы говорим об искусстве Средней Азии. У них был язык. Для того, чтобы язык, позволивший или позволявший им эту ситуацию фиксировать. Фактически, в 90-х, это вот сейчас такое ответственное заявление с моей стороны, в 90-х годах и в 2000-х не было в Центральной Азии художников, в Центральной Азии были те самые скрипторы бартовские, то есть те, кто владел языком, для того, чтобы свою не уникальную, а равную, разделяемую с огромным количеством людей, с миллионами людей ситуацию зафиксировать. Это работа художников Воробьевых из Казахстана, которая называется «Базар». Замечательнейшая, на мой взгляд, работа. Это ее музейная презентация. Что она из себя включает? Художники ездили по самым разным городам и весям бывшего Советского Союза, ходили на блошиные рынки, но это были не совсем блошиные рынки в то время. Эти блошиные рынки занимали огромное количество, огромное пространство, они были абсолютно спонтанными, фотографировали вещи, вернее, они покупали определенную вещь, фотографировали ее контекст, допустим, они купили этот парик и сфотографировали его окружение, а также записывали определенную фразу или какой-то комментарий, который продавец этой вещи сопровождал эту операцию покупки или продажи. это не единственное, но одна из нескольких работ, которые, на мой взгляд, когда я на нее смотрю, сообщают мне опять-таки не факты по поводу 90-х годов, я и так знаю, что были там блошиные рынки и толпучки, не просто знаю, это же часть моего опыта жизни, я не просто вижу эти предметы, которые составляют определенный, могут намекнуть на то, что из себя представлял позднесоветский быт, да, мне кажется, что здесь я встречаюсь именно с тем феноменом, который вообще мог явиться только в 90-е годы, и который несет в себе сообщение одновременно о прошлом, о настоящем и о будущем. Эти вещи это тот самый утерянный, растворенный, разрушенный материальный мир, который определял этот самый советский текст, советскую идентичность человека, и что выражается определенным отношением, и разрушением этого мира, потому что перед нами люди, которые имеют определенную связь с этими вещами, и эта связь эксплуатируется в этих комментариях, в этих фразах, которыми они делятся. Вот этот самый внутренний, стройный, выстраивавшийся годами, десятилетиями мир внутренний, семейный, частный и так далее оказывается в данный момент просто разрушенным, ставшим явленным внешнему миру. Ну и сама форма этой толпучки или этих спонтанных блошиных рынков это какой-то стихийный капитализм, который настал в данный момент, в который все мы хотели мы того, не хотели, все оказались причины, как продавцы или покупатели. Это вызывает во мне какое-то очень трепетное, тревожное чувство, но еще, как ни странно, это вызывает во мне воспоминания о свободе. Вот здесь я уже опираюсь на свой душанбинский опыт, в котором где-то в 2000-х годах, в 2003-2004, там просто блошиные рынки стали просто невозможными. Просто невозможными, их просто не допускали, их запрещали, их разгоняют до сих пор, потому что они уже не вписываются в ту стройную картину, которая там сложилась. И блошиный рынок для меня, когда я на него попадаю, например, я тут случайно вижу в Бишкеке какие-то развалы, которые... Нет-нет, появляются. Ну, микро-ваюни, каждый выход. Каждый выход. Ну, я буду знать. Для меня это еще какой-то, как ни странно, парадоксально, может быть, глоток свободы, который был связан с этими 90-ми годами, хотя в тот момент, конечно, ни к какой свободе они отношения не имели. Потому что это... Но, с другой стороны, эти рынки спонтанно, это были еще пространства для общения, встречи, люди просто ходили туда, чтобы там поговорить. Ну, да, но самая, наверное, важная связанность с этой работой только в 90-х годах, в 90-е годы. То есть здесь художники выступают на самом деле действительно фиксаторами, фиксаторами этого времени, да, то есть скриптерами. Также аналогично, просто я думаю, что вы знаете эту работу, я не буду ее показывать, это работа транссибирские амазонки Мурадбека Джумалиевой и Гульнара Космалиевой. То есть это видео, записанное в поезде женщина, которая, ну, была такая профессия, челмочница, в поезде купе поет песню, которую записывают художники. И эта женщина, эта песня, эта ситуация, это время, вот, явленное в этом образе. Эти 90-е годы это этот полный коллапс социальной ситуации, да, он не мог длиться вечно. В какой-то момент социальная ситуация восстановилась. Восстановились социальные связи, или не восстановились, а были созданы заново социальные связи. Так вот, позвольте себе вполне, как бы, без заигрывания в прорезии сказать, что было построено классовое общество, и случился, собственно, ну, традиционалистский или патриархальный венессанс, вернувшись с появившимися капиталистическими отношениями. Установились и иерархии, и социальные, и гендерные, экономические, политические, и так далее. То есть, в принципе, общество обрело свои очертания. Начал продуцироваться текст, который мы уже склонны, или не склонны, не замечать, продолжая оставаться его трансмитерами. И, как ни странно, вернулась идентичность художника. Из скриптора, из умершего автора появился, родился вновь художник. Потому что появились гранты, появились институции, появилось некое какое-то подобие системы, в которой человек, который раньше разделялся со всем обществом, с миллионами людей, некий общий опыт, перестал его, то есть его этот опыт начал специфицироваться, превращаться в опыт художника. Разрывы уже заросли, и на место вот этого скриптерства, на место фиксации пришел банальный дискурс художнической корпорации. участие участие в выставках, участие в биеннале, продаже работ. Если раньше этот дискурс может быть художниками там и воспроизводился, но на фоне того текста, который они фиксировали, ну, можно было не замечать. Почему мы имеем такое, на самом деле, замечательное искусство, которое можно считать архивом 90-х годов? Потому что в тот момент мы действительно переживали смерть автора. Причем это была смерть вынужденная. умерли все, и художники в том числе. И художники были скрипторами. Скрипторство художников от них не зависело. Они никак не могли на него повлиять. Они были действительно полностью включены в этот текст. То есть, если в 90-х годах распад Советского Союза, утрата идентичности, утрата вообще всего мира, было тем самым текстом, поразителями которого были художники, то сегодня художник должен сделать выбор. Он должен выбрать себе такой текст. Он должен выбрать себе такую идентичность, в которой он бы, голосом который бы он стал, утратив свое авторство и став скриптом. И вот тут я перехожу к Бенемину, к тому вопросу, который мы задавали. С кем вы деятели культуры. Если я повторяю, что если Барт говорил, что текст предшествует, это уже сейчас какая-то семиетический труизм, можно сказать. Текст предшествует субъекту. То Бенемин видел, связывал свой проект смерти автора с конкретным материалистическим производством текста. А именно с появлением новых технических средств, которые при его жизни становились доминирующими. Речь идет в первую очередь о фотографии и о кинематографе. Его самый известный текст производства произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости, который, кстати, не был напечатан при жизни, Бенемина, был напечатан в 1955 году. Так же, как и этот текст, о котором мы будем сегодня говорить подробно, автор как производитель, не был напечатан при жизни, он был напечатан через 26 лет после смерти Бенемина. При том, что сейчас это, кажется, даже странно, при том, что сейчас это просто ключевые тексты современной культуры, а Бенемин не в России, не в русскоязычной среде. Это, на самом деле, мейнстримный автор, которого цитируют, на которого ссылаются. Я, кстати, хотел так обратить ваше внимание, что у нас есть в библиотеке несколько книг Бенемина, и, может быть, когда-нибудь кто-нибудь здесь в Кыргызстане заинтересуется в том, чтобы или почитать, или что-то написать. Я очень рекомендую вот эту. Это сейчас наиболее полное собрание текстов Бенемина на русском языке. Оно вышло буквально в 2012 году. И, более того, оно содержит еще и очень ценную источниковедческую информацию по текстам. А также у нас есть более раннее, это репринтное уже издание книги на русском языке Бенемина «Озарение» в 2000 году, в которой тоже очень много текстов. И еще у нас есть диссертация Бенемина, то есть та диссертация, которую он не защитил. То есть при жизни Бенемин был маргиналом. На самом деле маргиналом он, как я говорил, не мог напечатать свои тексты, он не защитил свою диссертацию происхождение немецкой барочной грамотной. И это очень важно, то, что он был маргиналом может быть для нашего дальнейшего понимания или для нашего дальнейшего разговора. Какой смысл тотал и все потом этот текст он задумался? Ну, то есть он не был академически признанным мыслителем, теоретиком. Сегодня его тексты, включенные в академическую циркуляцию при его жизни, не были признаны академией. Они просто не были напечатаны. человек, который писал и не смог опубликовать тексты, которые сейчас считаются главными текстами, одним из главнейших текстов современной культуры это маргинал. Академический жизненный маргинал. То есть, мало того, что он не защитил диссертацию, ему еще случилось быть евреем в фашистской Германии, которую он покинул в 30-е годы. Это закончилось его необъяснимой смертью в Испании, когда он пытался бежать из оккупированной Франции, вообще из оккупированной Европы в Америку. Прибыв, я сейчас не помню этот город, я боюсь ошибиться, это Португалия или Франция, было объявлено, что пароход, направляющийся в Америку, не будет, не отойдет, пока он не будет проверен фашистскими властями. И Бенемин был настолько, ну, одна из версий, что он покончил жизнь самоубийством, другая версия, что он умер от передозировки наркотика. То есть, не на корабле, гостинице. Самое главное, что корабль отошел таки. На нем на корабле спаслась Ханна Армад. который для последствия печатал тексты Бенемина. То есть, корабль таки отошел, и он мог бы... Но вот эти такие трагичные факты биографии, да, они, наверное, имеют какое-то еще свое значение в нашем размышлении. книжки. Вот эта книжка называется «Медиаэстетические произведения», то есть, представляет собой корпус мысли Бенемина о медиа и об искусстве. Он пытался построить свою материалистическую концепцию понимания искусства. И главным для Бенемина было, конечно, и то, что он позаимствовал Маркс как отправную концепцию, это конфликт средств производства и производственных отношений. Знаем Марксу, производственные отношения всегда отстают и вступают в конфликт со средствами производства. И буду ходить к Марксу, самый простой пример, это распространение контента в интернете. Интернет как открытая среда фактически сегодня позволяет, отменяет авторское право. То есть свободное распространение контента через торренты, свободное распространение музыки и вообще цифровая технология, не только интернет, вообще цифровая технология отменяет тот тип производственных отношений, который был связан и который завязан на авторские права. Тогда, когда материальными носителями, например, музыки были кассеты или диски, когда тексты можно было прочитать только в книге, соответственно, ее нужно было купить сегодня. И вот таким образом средства производства опережают производственные отношения, которые продолжают настаивать на то, что контент в интернете приравнен к контенту на материальных носителях, что за него нужно платить, что должно соблюдаться авторское право. Вот этот явленный конфликт между развитием средств производства и производственными отношениями. Вот, собственно, похожий конфликт между средствами производства и производственными отношениями, понимаемый сейчас и капиталистически, то есть политэкономически, но и ценностно, и культурно, в форме настройки. Я сейчас пытаюсь это прояснить. Фиксировал Бенемин в начале, в первой половине XX века в связи с появлением фотографии и кино. Бенемин считал, что фотография и кино, и фотография, может быть, в одной из первых очередей, это те средства производства, которые полностью изменят производственные отношения в искусстве, которые в принципе изменят вообще наше понимание искусства как такового. Так, то понимание искусства, которое существовало до изобретения фотографии. Конфликт был следующим, является ли фотография искусства, является ли фотография неким аналогом, скажем, живописи. Бенемин говорил, что нет, это вообще не конфликт, или это есть конфликт консервативных. Изобретение фотографии отменяет наше понимание искусства как такового. То, которое было до этого. Связано с фактически индивидуальным, ремесленным производством объектов. Я просто не могу себе позвольте, я думаю, что мы будем говорить о Бенемине здесь в штабе чаще, не могу позвольте себе вот такое подробное рассмотрение этого текста произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости, а именно аспектов ауры, например, но вот эту основную мысль попытаюсь донести. То есть массовое и коллективное и технологизированное производство искусства, фотографии, кино, репродукции, меняет вообще само понимание и функционирование искусства как такового. устраняет то, на чем зиждилась до этого концепция искусства, например, на понятии оригинала, то есть того самого объекта, в котором как бы в наибольшей и в наивысшей степени сосредоточен вот этот самый авторский гений, авторский талант, высеченный с помощью музы или десятка муз, автором в его одинокой кельи или в его одинокой мастерской. Так искусство больше не делается. Искусство делается способом техническим, фотографируется в мастерской с участием другого человека, затем оно тысячным тиражом воспроизводится на конвейере и распространяется тысячам людей, которым не нужно собираться в одном месте, как на какую-нибудь церковную службу, чтобы посмотреть или полюбоваться этой картины. Эти репродукции оказываются в обычной жизненной ситуации, вешаются на стену, на кухне и так далее. Человек имеет непосредственное отношение к искусству. Я так сейчас довольно наивно представляю Беними, но он далеко не был наивным, потому что он был марксистом и строго придерживался диалектики. Он прекрасно понимал, что такая радужная картина изменение нашего понимания об искусстве возможно только тогда, когда в принципе искусство будет высвобождено из капиталистической системы, которая стремится контролировать, стремится постоянно поддерживать с консервативной точки зрения этот самый конфликт между производственными средствами производства и производственными отношениями. Понятно, что кто сегодня выступает за сохранение копирайта. Крупные лейблы, то есть сами музыканты, огромное количество есть примеров, когда музыканты выкладывают свои альбомы в сеть. Появляются новые формы обмена, когда, например, музыкант выкладывает свой альбом абсолютно бесплатно и вы можете сами перечислить деньги, не потому, что это стоит столько-то, не потому, что это закрыто от записи, это уже полагается на ваше желание, на вашу добрую волю, на вашу солидарность. При этом крупные корпорации, звукозаписывающие какая-нибудь Sony и так далее, получающие из этого огромные деньги, стремятся идти против уже очевидных сегодня вещей, навязывая всякие технологические средства предотвращения записи, настаивая на усилении авторского права, мы видим это особенно с компаниями по закрытию торрентов, с судебными процессами и так далее. И как бы, ну, тут может быть в какой-то степени наивно, Бенемин полагал, что в Советском Союзе, в Советском Союзе, где не капиталистические отношения, в принципе, возможно, вот эта вот эмансипаторная концепция искусства, связанная с его технологизированием. А вот там, где это невозможно на Западе, художник должен сделать выбор. И этот текст, автор как производитель, о котором мы сегодня будем говорить, это, собственно, вопрос о художественном выборе. Фактически, это ответ на тот вопрос, с кем вы деятели культуры. Я говорил о том, почему мы заговорили о современности, именно потому, что, опять-таки, фотография и кино виделись Бенемину именно теми же, в какой-то степени именно образами современности, именно тем, что могло произвести то самое время, в которое он жил. И, конечно, это было, наверное, ну, я думаю, можем представить 30-е годы огромнейший выявленный и ставший явным конфликт между левой и правой идеологиями, между коммунизмом и фашизмом, между которым, собственно, сам находился Бенемин, между тем, что происходило в Советском Союзе и между тем, что происходило в фашистской Германии. И понятно, что тема производства, тема труда, тема диктатуры пролетариата, это было то, что наполняло культурно-идейный мир того времени. И это неудивительно, что Бенемин говорит о производстве, да? То есть технологизация художественного процесса превращает художника в производителя, да? в производственника, скажем так, да? То есть в какой-то степени тот, кто фотографирует, фотограф, да? Или оператор, это в меньшей степени художник в том сакрализованном культовом понимании, которое существовало до этого. Это даже, это не ремесленник, это уже в большей степени участник производства, который должен владеть определенными технологическими навыками. Также Бенемин ссылается, например, на советский опыт. Я думаю, что это тоже на самом деле очень важно отметить, что такое количество печатных изданий, которые появились в Советском Союзе сразу после революции, всяких малотиражек, стенгазет, заводских газет, городских газет, это было огромным, да? И это стало, ну, наверное, эти газеты, это было как интернет сейчас, как Facebook, и огромное количество людей должно было наполнять эти газеты содержанием, да? И понятно, что это были не только профессиональные журналисты, да? Что действительно в тот момент сдвинулась эта парадигма профессионального деления на профессионального там журналиста или литератора и человека, пишущего письмо или заметку, или рационализаторское предложение в газету, или делящегося своими впечатлениями и так далее. То есть на самом деле производство искусства становилось процессом массовым, процессом коллективным, процессом, связанным с технологией и с массовым распространением продукта, да? То есть газет, в данном случае репродукция, фотографирование, кино, которое транслировалось тоже в кинотеатрах, которые строились повсеместно. и именно это призывало художников, художников, воспитанных в другой системе, сделать выбор. Осознать себя либо творцами, авторами в той самой такой ремесленно, даже феодальной парадигме, да, художника, существующего в своей отдельной студии, высекающего оригинальное произведение искусства, либо же участника вот этого самого масштабного коллективного и массового производственного процесса. Фактически осознать себя как пролетария. Конечно же, такими вдохновляющими примерами для Бенемина из советского опыта было объединение Лев и их, наверное, самый большой проект «Литература. Факт». У нас, кстати, тоже есть очень интересный я так рекламирую нашу библиотеку. У нас есть замечательный сборник, первый сборник текстов Левов, который так и называется «Литература факта». Ссылается в основном именно на писателя Сергея Третьякова. Что такое литература факта? Литература факта это было действительно в самом прямом смысле производственное искусство. Участники Левов, например, видели и опять возвращаясь к вопросу о языке. Когда я сказал, что в 90-е годы у художников оказался адекватный язык. Именно у современных художников, не у живописцев, например. Живопись никак не могла быть адекватным языком в 90-м годах. Или иметь всегда при себе фотоаппарат, чтобы ходить и снимать на этом базаре эти толпучки. Живопись никак не могла быть адекватным языком. Вот также, по мнению Лефа, старая литература, а именно, например, роман или повесть, никак не могли быть адекватным языком и адекватной формой описания, представления и осмысления той действительности. фактически они хотели превратить процесс, который нашел свое развитие в капиталистических условиях, поставить это коллективное производство на службу того политического момента, с которым они были солидарны тогда. В искусстве в это время очень популярны были так называемые изофабрики. Это, собственно, такие же производственные объединения художников, в которых они отказывались от студии, от своего своего индивидуального производства, а работали как работники, как рабочие даже. Работали по 8 часов, они объединялись в коллектив, выполняли заказы, получали зарплаты и выполняли эту свою работу коллективно. Причем работу, опять-таки, не по производству портретов и пейзажей, а работу, которая встраивается в эту новую жизнь, которая не отделена от нее, которая ее не описывает, а созидает в числе всех других профессий и деятельностей, которые с этим связаны. Они оформляли праздники, конечно, это в первую очередь было агитационное искусство, они оформляли праздники, городские улицы, клубы, школы, работали в плакате, создавали инвентарь для школ, для красных уголков и так далее. То есть, это были по-настоящему производства, и художник ощущал себя в этот момент производством. Причем, именно и для Лев, и для Литературфакта, и изофабрика, они видели себя не присоединившимися к какому-то процессу, а встроенными в этот процесс. Вот Третьяков сокрушался по поводу того, что в компании, которая отправила людей, писателей по колхозам, чтобы описать ту деятельность, он был к этой поездке недостаточно готов, потому что он все равно оставался в какой-то степени внешним человеком по отношению к тому, что там происходило. Вот если бы он оказался в этой поездке участником этого процесса, например, выполнял бы там какую-то производственную функцию, что и было в дальнейшем, его практики потом написал роман, например, был бы там завклубом, или редактором местной, или какой-то там стен газеты, или каким-то культработником. И исходя из этого опыта писал, вот в этом смысле он видел, тогда бы он считал свою миссию состоявшуюся. То есть писатель, автор, это не некий субъект, имеющий право на обобщенные и абстрактные оценки происходящих. На это, по мнению левовцев и по мнению активистов из-за фабрики, имели право люди которые были участниками этого процесса. И их, скажем, художественная компетенция была лишь тем языком, который позволял им этот свой опыт транслировать в виде художественного произведения, текстового, либо в виде какого-то визуального образа. То есть только эти люди имели право, потому что они включены в этот процесс. Они не внешние его аналитики, они не внешние его критики, они его непосредственные участники. Я так действительно очень патетично и эмоционально описал этот опыт, потому что не только для Бенемина он был вдохновляющим, он, например, для меня, он крайне вдохновляющий, я еще к этому опыту вернусь. И большая часть размышлений Бенемина именно на нем и строится, на опыте Лефа, на опыте литературы факта и творчества Сергея Третьякова. Я говорил о том, что Бенемин был таким апологетом фотографии, но он не изменял тому диалектическому подходу, и он видел то, что и фотография, которая, с одной стороны, могла бы изменить вообще наше представление об искусстве, также с такой же легкостью могла и оказывалась апроприированной буржуазной культурной системой. Он приводит пример фотографа, который фотографировали бедные кварталы, и он говорил, что фотография, становящаяся модной, делает модным бедность, модной бедность. То есть игра со светом, определенная попытка представить что-то красивым превращает действительность на картинке в потребляемый объект. То есть красивую бедность легко потреблять. Еще раз, в Советском Союзе можно было создавать артерии, можно было создавать изофабрики, все это можно было делать где-то до 37-го, в наших широтах где-то до 39-го года все это было возможно. После 34-го в России это все было свернуто на нет, и появилась та система искусств, которую мы знаем, Союзом художников и так далее, которая полностью весь этот пафос жизнестроения авангарда коррумпировала. А где репрессировали? Дело не только в репрессиях, дело в том, что вообще изменилась система и взглядов, и ценностей, и политики, которая осуществлялась в Советском Союзе. То есть кого-то репрессировали, кого-то нет, кого-то просто сломали. Я показывал художника Волкова, например, один из один из действительно жертв этой ситуации. На Западе такие артерии, такие изофабрики создавать нельзя. Ну, что делать? То есть, если художник, автор, осознает себя как производителя, то есть, солидарного с пролетариатом, то, по мнению Бенемина, его главная задача это присваивать и изменять производственный аппарат. Немножко абстрактно звучит, я попытаюсь это тоже объяснить. Необходимо присваивать аппарат производства. Аппарат производства это, собственно, та техника, та технология, которой пользуется автор для создания своего произведения. Почему присваивать? Почему не просто использовать? Потому что, когда ты ее просто используешь, ты используешь ее в рамках той системы, в которой она существует. Неучастлив. Ча, да? То есть, средства производства, ты пользуешься определенными средствами производства. Эти средства производства в капиталистическом мире принадлежат правящему классу. Ты, как художник или как автор, фактически наемный работник, который пользуется этими средствами производства. Ты печатаешь книгу в издательстве, которая принадлежит капиталисту. Ты играешь на подмостках театра, которые принадлежат капиталисту и так далее. Или так или иначе связаны с системой. То есть ты в любом случае, как и рабочий на фабрике, который пользуется станком, который ему не принадлежит, ты как писатель, как драматург, как художник, пользуешься средствами производства, которые тебе до конца не принадлежат. Но, как мы знаем, средства производства всегда находятся в конфликте с производственными отношениями, и именно поэтому задача современного художника, в понимании Белемина, была в том, чтобы этот аппарат производства, чтобы эти средства производства присваивать и отчуждать от буржуазии, делать их доступными всем. Масса. Были случаи, когда применялась теория в примере. Да, он говорит о Брехте. И о Митиде, да, о Бертольде Брехте. Значит, присвоить средства производства. Это не отобрать у капиталиста издательство, не апроприировать что-то, да, или экспроприировать. Речь идет о несколько более тонких и сложных вещах, да. Потому что второе, или даже главное, он сказал, требование к современному писачу, к современному автору, это мыслить. Пример с Брехтом очень показательный, но... Подожди, ты не объясни, почему это не чисто? Как ты не назови национализацию и отпор чужого имущества? Нет, дело вообще не в отборе чужого имущества. Ну, хорошо. Средства производства. Дело в придумывании нового аппарата производства. Дело в придумывании новой техники создания художественного произведения. Той техники, которая не может быть присвоена капиталистической системе и системе потребления. Вот я говорил о том, что кино и фотографии, по мнению Бенемина, должны были бы изменить наше понимание об искусстве. Что это значит? Что ты можешь подумать? Хорошо. Когда у нас появится кино, умрет театр. Появится фотография, отомрет живопись. Я думаю, что многие люди так и думают, что искусство – это тот самый современный медиум, который у нас есть. Современное искусство – это не картины, а фотографии и видео. Картина не может быть современной. Вот это вульгарное понимание, и это понимание к Бенемину, скажем, отношений не имеет. Речь идет о другом. О том, что доминирующие средства производства заставляют нас переосмысливать все остальные средства производства. Я приведу примеры современности, чтобы нам было как-то легче. Скажем, когда появились блоги или блоги, очень часто заходила речь о том, сможет ли существовать профессиональная журналистика, если есть блогеры. Вообще, имеет ли смысл в профессиональной журналистике, когда каждый может быть журналистом, когда каждый может снять и записать свою новость. И отсюда как бы напрашивается вывод. Да, профессиональная журналистика должна умереть, а на ее месте появятся блоги. Но на самом деле процесс работает совершенно не так. Появление блогов меняет профессиональную журналистику, не отменяет ее. Я приведу такой, я, например, могу провести пример с телевидением. Я, например, смотрю новостной телеканал CNN. Казалось бы, наше представление о современной журналистике, профессиональной, заключается в том, что оно должно быть объективной, представлять разные точки зрения, минимизировать участие, скажем, там, ведущего или, там, не знаю, диктора в предоставлении информации. Например, когда смотрю канал CNN, я очень четко понимаю, что ничего объективного, никакого отрицания персоналий диктора или ведущего не происходит. Происходит как раз наоборот. Меня это всегда, по сравнению даже с российским телевидением, например, всегда удивляло, насколько субъективно, эмоционально, там, эксперты или, там, ведущие могут обсуждать, например, вопрос диеты. То есть не просто, или, например, меня всегда поражают американские анонсы погоды. Как мы привыкли видеть погоду, да? Это какой-то, там, непонятная, значит, фигура ведущего, которая очень сухо, это исключительно функционально рассказывает нам о том, где дождь, где снег и так далее, да? Прогноз погоды на американском, там, CNN – это шоу, да? В котором фигура вот этого вот вещателя о погоде очень субъективна. Во-вторых, насколько образовательным может быть телевидение. Например, если, я никогда не могу представить, что, там, какой-нибудь российское телевидение будет сообщать информацию о Бутане, скажем, там, да? Там, там, энциклопедическую информацию о Бутане, если, там, у них будет репортаж, да? То есть считается, что у нас все, как бы, знают, все образованы, все знают, что такое Бутан, да? Там, CNN образовывает своих зрителей о Польше. Да, то есть сейчас там будет какой-то репортаж о Польше. И фактически такая а-ля Википедия информация о Польше. То есть к чему я это привожу? То есть это наличие интернета как фактора современности, наличие блога или блогинга как персонализированной, субъективной подачи информации, наличие Википедии как, там, доступного источника информации не отменяет существование телевидения. Оно его изменяет, да? Так же, как, я не знаю, в России, например, с телеканалом «Дождь», да? Если телевидение не выполняет, то есть интернет становится конкурентом телевидению, да, отрывает эту аудиторию, это не значит, что людям перестает быть необходимым телевидение как таковое, да? Но телевидение должно измениться, оно должно, например, появиться в интернете. То есть вот что значит присваивание на технологическом уровне, вот что значит присваивание аппарата производства по бенемину. Это изменение той техники, с которой ты работаешь, под воздействием эмансипаторных средств других медиумов. Типический театр Брехта. Брехт, ну, мы понимаем, да, Брехт вводит понятие остранения или отчуждения, которое не противопостоит психологическому театру. Театру, в котором зритель растворяется или соотносится, идентифицирует себя с происходящим на сцене, да? То есть для Брехта важно было, чтобы человек, зритель, находящийся в зале, всегда держал включенный мозг и понимал, что перед ним, то, что перед ним происходит, это искусство. Это явленные обстоятельства, не скрытые обстоятельства, там, любви, ненависти или какого-то конфликта, а явленные для осмысления и для анализа. Как этого добиться? И Брехт предлагает такую технологию разрыва, то есть прерывания действия. Не монотонного, постоянно текущего, развертывающегося действия, как-то, скажем, в психологическом театре, а его прерывания. Например, Бенемин приводит такой пример, сцена, в которой мать хватается за, по-моему, подсвечник и собирается кинуть этим подсвечником в дочь. Отец в этот момент подбегает к окну, пытаясь позвать на помощь. То есть мы находимся в неком предожидании развязки. В этот момент заходит в комнату абсолютно посторонний человек, который это действие прерывает. В этот момент человек возвращает зритель, скажем, от вот этого потока медитативного и иллюзорного следования тому, что происходит на сцене, как бы пробуждается, просыпается, понимает, что он наблюдатель, он следит за тем, что происходит на сцене. И Бенемин говорил, что этот метод прерывания связан с техникой монтажа, которая стала известна, или там, стала популярна и стала влиятельна именно благодаря кино. То есть театр в данном случае, чтобы не быть театром для потребителей, чтобы не быть театром, в котором легко можно было бы, допустим, воспроизводить существующую и доминирующую систему ценностей, присваивать тот механизм, который разработан в доминирующем медиуме. Механизм монтажа, прерывания. Интегрирует его в себя. Делает его открытым. То есть, теперь, когда мы это понимаем, это значит, что мы все и дальше можем воспроизводить именно такой театр, который содержит в себе вот этот эмансипирующий момент. Причем, понятно, что все эти формы, они историчные. Вот потому что я говорил, что, например, монтаж оказался сейчас нами, да, и уже довольно давно настолько привычной технологией, настолько потребляемой, что, наоборот, противоположность монтажу, не монтаж или минимум монтажа, да, там, в медленном кино становится эмансипирующим. Потому что, смотря фильмы смонтированным, там, имея это клиповое сознание, мы уже не отстраняемся. А вот тогда, когда мы смотрим на 5 минут на не смонтированное изображение, мы просыпаемся, понимаем, что что-то не так, не должно быть. Должна быть куча разрывов. То есть, это историчная форма. То есть, вот что значит менять, преобразовывать аппарат производства, да, то есть, поставить его на службу эмансипации, ну, вот, у Бенемина вполне был, как бы, понятный экспринцип, на службу социализма, против капитализма. То есть, этот, эту форму уже не так просто присвоить, не так просто превратить ее во что-то модное, во что-то красивое, да. Как он, например, пытался, как можно было, например, противостоять присвоению фотографии, превращению ее в красивые картинки, которые делают там модным бедность. Бенемин говорил, что нужно соединить, то есть, когда ты смотришь на вещи не сквозь призму создания какого-то индивидуального образа или индивидуального объявления твоего гения, когда ты смотришь на вещи как производитель, будучи автор, да, то ты открываешь для себя возможность взаимодействия с другими производителями. Например, почему бы фотографии не быть связаны с текстом, да, то есть, тогда, когда автор, я уже говорил об этом, да, тогда, когда автор выражает свое отношение к этому изображению, и это комментирование, как заимствованное из литературной формы, да, то в данный момент она начинает противостоять тому, чтобы быть присвоенной и превратиться в очередную красивую картинку. Он также ссылается на композитора, который говорит о том, что происходит с музыкой. То есть, технологизация музыки, когда музыкальная индустрия начинает производить музыку на записывающих устройствах, да, то что это должно, то какую задачу это ставит перед живым выступлением? То есть, можно было бы сказать, ну, хорошо, все, теперь никто на концерты ходить не будет, потому что они более непопулярны, все люди слушают музыку, скажем, дома, там, записанную на грамм-пластинке. Ну, эсэр говорит, нет, нужно просто переизобрести заново концертную форму, соединить музыку со словом, да, то есть, литературизировать ее, привнести тот аппарат или ту технологию, которая существует на смежном поле, которая тебе недоступна, и тем самым дать, как бы, новую, 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 задать новый модус существования для той деятельности, которая под напором существующей технологии умерла. Почему все это возможно, только если автор мыслит себя производителем? Он производит ни галоши, ни сапоги, в конце концов. А почему, а чем галоши и сапоги хуже, 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 может быть, лучше. А может, даже лучше. Вот именно, что он производит, надо относиться к производству, к художественному производству, так же, как мы относимся к производству калоши или сапог, или еще что-то. Можно я просто закончу свой вопрос? Да. Просто я ее неправильно выразила. Вот ты вначале говоришь. Мы все создаем время через образы, да, идентифицируем, создаем, притекуем и так далее. Вот вы привели пример о том, что интернет это может быть прекрасным средством для того, чтобы все это стало свободнее, чтобы все действительно наступила не иерархия, а наконец-то наступила территория международных отношений, да? Ну, хорошо, тогда такой вопрос, да? Мы все выкладываем видео, например, на YouTube. Мы продлижем Google Corporation, да? То есть мы там шлифуем. Смотрите, мы там пускаем видео, которое отображает наши меркантильные или потребительские интересы на каждый день, да? Вот, вот это и есть масса, она пустилась в массы. Мы там осмысливаем себя и так далее и тому подобное. Это хороший вопрос. Смотрите, какую бы там структуру вы меня обслуживали, социалистическую или капиталистическую, просто вот этот эксплуататор, он просто как бы замыскировался лучше. Да он там больше свободы. Вы абсолютно правы, это хороший вопрос, который у меня, я попытаюсь дальше сейчас его раскрыть, вы абсолютно правы, я поэтому возвращаюсь всех нас к диалектике. То есть действительно, в этом содержится возможность, да, но эта возможность зависит от нас, от нашего выбора. То есть мы... Число брать будем, нас меньше? Давайте поговорим об этом сейчас чуть попозже, когда дойдем до интернета, потому что... И понятно, надо сказать, что вот этот проект, который я пафосно описывал, это производственное искусство в Советском Союзе, конечно, можно сказать, что этот проект полностью провалился. Это проект, который... Это проект, который постиг крах. Почему? Потому что, потому что это был слишком радикальный проект. По-бинемину это был идеал, получается, не по-бинемину. Нет, это был идеал, это был радикальный проект. Радикальный проект, который в Сталинском Советском Союзе и в последующем осуществлен быть не мог. То есть не по их мнению он провалился? Нет, конечно, не по их мнению. Потому что очень сложно противостоять... Мы говорили уже о здравом смысле здесь, и о... Потому что мы... Все это происходит... Ну, как бы... Мне всегда это странно произносить в пешкике, но все это происходит в условиях жесточайшего социального антагонизма и того, что называется классовая борьба. Да, то есть производственное искусство – это искусство угнетенного класса. Это искусство, которое говорит от имени рабочего человека, от имени угнетенного человека. Это искусство, которое говорит об эмансипации. Конечно, это искусство – это не просто некая очередная форма. Это форма ведения классовой борьбы. И, конечно, сегодня мы... В 90-м году этому была просто поставлена окончательная точка, что эта классовая борьба пока, в принципе, проиграна. Поэтому это искусство не может... И этот проект, связанный с этой классовой борьбой, он, конечно же, потерпел крак. Но это не значит, что... Это был не тот социализм, который... Ну, это сейчас мы уйдем в ту тему, в обсуждение того, был ли социализм в Советском Союзе. Это не тема нашей лекции, а социализма в Советском Союзе не было. Так что, как бы... Итак, вот мой вопрос. Что значит автор как производитель сегодня? Насколько вообще возможно актуализировать эту тему, этот дискурс сегодня? Сегодня понятно, что... Я уже говорил об этом. Понятно, что сегодня конфликт средств производства и производственных отношений связан с цифровой технологией, с интернетом. Понятно, что сегодня это доминирующее средство производства образов, средство производства информации и так далее. И уже два года, на самом деле, я... Несколько лет я задаюсь таким вопросом, который обращаю очень часто к молодым художникам. Что значит искусство в эпоху интернета? Для меня, исходя из всех этих размышлений, связанных с Бенемином, понятно, что искусство, оно не может игнорировать существование интернета. И вообще все мы не можем игнорировать. То есть мы можем либо... Есть две позиции. А, ну, интернет ничем не отличается от телевидения, интернет ничем не отличается от радио. И, ну, есть интернет, вот, как вы сейчас тоже сказали, в интернете все постят свои кошечек и собачек, все, собственно, являют свое обывательское сознание, и интернет никаким образом, никаким образом вообще не способен поменять наше общество. Лично я считаю эту точку зрения, ну, в корне, на самом деле, неверной и... Пожалуйста, ненаучной. Я попробую это тоже сейчас объяснить. Я почему говорил, что Бенемин, например, Маргинал и его произведения были напечатаны там через десятки лет после его смерти. Дело в том, что, когда мы говорим вот об этом образе современности, да, современность не обязательно что-то явное и мейнстримное. Современность очень часто и зачастую крайне маргинальна. Я... и мы ее можем просто не заметить. То есть на самом деле... Например, такой пример связан непосредственно с интернетом, да. Мне кажется, что интернет лично для меня, я думаю, что для многих из вас, открыл просто колоссальные возможности для самообразования и для образования вообще, да. На самом деле, полностью даже поменял наше представление об образованности. Образование, которое всегда считалось фактором социального лифта и так далее, предполагало либо наличие денег, наличие особого времени, аффилированность с определенными престижными институтами и так далее. Сегодня при наличии, при открытости и доступности информации, при определенной усидчивости мы можем сами себя образовывать, что в принципе многие из нас, я думаю, делают. Вот она, собственно, явлена, вот такая вот ситуация. Такие у нас сейчас производственные средства производства, которые позволяют людям не платить за образование, а образовываться. И вот тут как-то мой приятель один в Москве мне сообщает, что в Москве открывается супермодная и современная новая школа кино. И обучение в этой школе кино будет стоить 10 тысяч долларов за семестр или за год. И моя первая реакция, как это может быть современно. То есть для меня платить за образование в то время, когда есть интернет, 10 тысяч долларов, это не современно. Это контур современный, это антисовременно. Причем, как бы, эта институция называется новая школа кино, она открывается при очень модном, популярном и современном, как бы, да, центре культуры, в который собирается вся тусовка, которая считает себя современной. И при этом это образование будет стоить 10 тысяч долларов. А какой-нибудь уличный университет, открытые лекции в парках или на ступенях какого-нибудь здания, читаемые бесплатно и для всех, маргинально. Но именно этот самый уличный университет, это и есть современность. Потому что в условиях интернета, в принципе, образование не может быть платным. Либо же тогда, когда оно платно, оно является нам в самом прямом смысле не образованием, а товаром. Или этот диплом действительно превращается в некую охранную грамоту, открывающую тебе путь в какие-то престижные институты и так далее. К образованию уже не имеющий никакого отношения. Но это новая школа искусств. Она модная, школа кино, она модная, она популярная. И она воспринимается всеми, как наконец-таки явившуюся современную культуру в России. А уличный университет это маргинальная тусовка радикальных, маргинальных лет. Но при этом на Купай-Абань, на Чистых прудах проводится огромное количество лекций. То есть все равно современность будет себя являть, она будет выходить из этого своего маргинального положения. И выбор художника, или выбор автора, или вообще выбор человека, это в том, чтобы быть на стороне современности. Это в том, чтобы вступить в эту диалектическую борьбу и продвигать современность. То же самое касается вашего вопроса по поводу интернета. Фейсбук, в Египте детей называли Фейсбук после революции. Мы не можем себе сегодня представить свою жизнь без Фейсбука. Это классное демократичное пространство. Каждый имеет доступ к тому, чтобы создать свой образ. И при этом, участвуя в этом процессе, мы все помогаем обогащению Цукерберга. Я просто имею в виду о пропорциях. То есть пропорциях. Какое количество людей является просто винтиками? В таком средстве производства интернет? А кто является именно, вступает и использует интернет именно осмысленно? Интернет такая средство, что каждый может использовать его осмысленно. Но не каждый хочет, потому что мы снижаемся под давлением какого-то информационного. Нет, но сейчас, если мы сейчас будем говорить о том, кто хочет, кто не хочет, то нам что, нужно тогда какое-то исследование по количественной социологии производить? Сейчас немножко другая задача. Наша задача увидеть то, что не очевидно и попытаться сделать это массовой доминирующей практикой. Мы живем в условиях классовой борьбы. Всегда будут корпорации вроде Facebook, вроде Google, которые будут бороться за то, чтобы делать деньги в интернете. Но в то же время в интернете есть огромное количество возможностей, заложенных внутри этой системы, которая позволяет нам вообще не зависеть от этих корпораций. Последний момент, который я хотел связать с этой темой, темой художник как производитель сегодня, это вопрос политики, вопрос политический. Назвал бы я его так, художник как участник. Три года назад я инициировал такой проект, который назывался «Художник общества». Это был проект, вполне себе тоже мейнстримный, связанный с так называемым социально ангажированным искусством. Мы пытались создать такую ситуацию, когда художник выступал бы своего рода катализатором социальных перемен, создавал бы такую ситуацию, в которой могли бы принять участие другие люди. Искусство назвалось социально ангажированным и предполагалось, что художник должен ангажировать других людей в какую-то социальную активность. То есть художник должен выступить своего рода катализатором, способным создать социальную ситуацию. Сейчас этот проект закончился. Как раз с общежитиями, да? Да. И мне кажется, что ситуация изменилась, и изменилась, наверное, даже радикально. Я не думаю, что это изменилось только в моей голове, мне кажется, она изменилась как бы вокруг нас. Мне кажется, что сегодня не художник должен кого-то ангажировать, я, более того, думаю, что художника зачастую даже нету на это никакого права. Сегодня художник должен ангажироваться, чтобы быть современным. Сегодня не художник должен создать проект, в котором могут принять участие какие-то другие люди. А сегодня художник должен стать участником какого-то процесса. Причем участником, а не художником. Я попробую объяснить, что это такое. Опять возвращаясь к Бенемину, он говорит, что проводился опрос, и один из писателей ответил, для кого вы работаете? Конечно, я работаю. Для какого класса вы работаете? Работаю для класса буржуазии. Разделяет левые взгляды, является социалистом, но работает для класса буржуазии, и он объясняет почему. Потому что я родился в буржуазной среде, у меня буржуазное образование, я лучше всего понимаю буржуазию и вижу своей целью вербовать среди буржуазии сторонников пролетариата. И Бенемин категорически с этой позиции не соглашается. Для Бенемина, Адорно про него, язвительно как-то заметил в своей эстетической теории, что Бенемин считал авангардистами только того, кто готов был предъявить партбилет коммунистической партии. Ну, язвительное, но между тем, по-моему, справедливое замечание. Абинемин пишет, что революционный интеллектуал предстает в первую очередь предателем своего класса. Ну, или, скажем, если перенести это на нашу ситуацию, предателем своего интереса, предателем в какой-то степени здравого смысла, я бы сказал сегодня так. Потому что не всегда художник осознает свою какую-то классовую принадлежность, и не всегда это классовая принадлежность у художника буржуазии. Но без вот этой определенной жертвенности невозможен интеллектуальный или художнический жест. Без жертвенности связаны с противопоставлением себя своему очевидному интересу. Этим интересом может выступить карьера, этим интересом может выступить благополучие, этим может, этим, объектом этой жертвенности может выступить какой-то более общий интерес. Дело в том, что я уже говорил об этом здесь, на другой лекции, о том, что какой бы пролетаризировавшийся художник ни было, и Юнимин тоже об этом говорит, фактор, например, образования и потребления не позволяет увидеть художнику свою связь с самыми уязвленными группами людей. Например, условия труда художника или интеллектуала, и даже университетского профессора, который, скажем, не находится в штате, а является почасовиком, на самом деле ничем не отличаются от условий труда и от социального положения трудового мигранта. Это такой же нестабильный труд или нестабильная занятость, называющаяся приказом. Человек находится и подвержен таким же стрессам, связанным с тем, что, может быть, завтра он не найдет себе работу. Но именно его образование и его культурное потребление, скажем, не позволяют ему увидеть себя связанным или солидарным, скажем, с чернорабочим на стройке в Москве. Хотя, повторюсь, экономически и порой даже на уровне денежного выражения сегодняшний художник и интеллектуал в наших условиях зарабатывает не больше, а, может быть, зачастую даже и меньше. Именно поэтому, может быть, да, именно поэтому, мне кажется, важен тут еще один очень важный аспект. Художник, вот этот самый, и опять возвращаясь к опыту 90-х годов, в 90-е годы художники не говорили, вернее, не говорили ни от имени кого-то другого, то есть они не говорили от имени постсоветских людей, не будучи постсоветскими людьми. То есть они фактически говорили от своего собственного имени. Вот сегодня задача перед художником, как мне кажется, перед искусством, состоит в том же самом, не встать с кем-то рядом, не присоединиться к кому-то, на самом деле, чтобы от их имени говорить, или их каким-то образом поучать, или их каким-то образом эмансипировать. А нужно найти такую группу людей, в солидарности с которой художник говорил бы от своего собственного имени. То есть когда мы говорим о том, что мы боремся за права женщин, или мы боремся за права, скажем, ЛГБТ, или мы боремся за права мигрантов, как художники, эта позиция не работает. Это не позиция, на мой взгляд, современная. Это не позиция художника-производителя. Художник должен говорить о или художница о правах женщин, как о своих правах. Любой художник или художница должны говорить о правах ЛГБТ, как о своих правах, как о борьбе за свои собственные интересы. Когда художник или художница подключается к борьбе за права мигрантов, он подключается, вернее, не подключается к борьбе за права мигрантов, а он борется за свои собственные права. То есть сегодня фактически художник должен стать участником какого-то очень важного и большого процесса.